В тот год нежданно пришла беда. Пришли джут, бескормица, пал скот, наступил голод, умирали старики, нечего было есть детям. Уже который день не было ни куска мяса в доме у знаменитого охотника Сары-Мергена. А ведь в былые времена добычей своей кормил он весь Аил. Голодный, понурый сидел в юрте верный Берку Талабаш, то и дело вскидывая голову, требуя от хозяина пищу. Но нечем было накормить птицу. Отпустил бы ты птицу, сказала жена. Нельзя, пропадет она, погибнет, ответил Мерген. Сам есть не буду, но мясо для птицы добуду. И нам не мешало бы вкус мяса вспомнить. Вот, последняя лепешка осталась в доме. Решил Сары-Мерген еще раз попытать счастье. И взяв с собой верную гончую свою, кумаик, отправился на охоту. Но какая помощь от голодной собаки? Никакой. Не было удачи и на этот раз. Совсем отчаялся Сары-Мерген. Взяв с собой богатый подарок шкуру снежного барса, пошел он на поклон к скупому и жадному богачу Карабаю. Никогда не просил тебя ни о чем, Карабай. Помоги. Одолжи немного мяса, чтобы накормить гончую Беркута. Удача не отвернется от меня. Я верну тебе долг. Самим есть нечего. Ступай отсюда, да поскорей. Решил еще раз попытать счастье с кумаиком Сары-Мерген. И если в этот раз не повезет, то единственный выход оставался охотнику. Забить собаку, чтобы скормить ее Беркуту. И накормив Алабаша, выйти на охоту еще раз, теперь уже зоркой, отважной птицей. КОНЕЦ Накормив Беркута, Сары-Мерген пошел на охоту. КОНЕЦ Не подведи, Алабаш. Лети. Взлети высоко. Смотри зорко, найди добычу. Взлетел Беркут высоко. Долго кружил, высматривая добычу. Но пустына была внизу. Лишь единственная живая цель — это хозяин. Никому уже не узнать. То ли от голода помутился разум у птицы, то ли решила судьба отомстить хозяину за убитую собаку. Сложив крылья, камнем упал Беркут на Сары-Мергена. В жестокой схватке выклевал глаза охотнику и сам погиб. Так гласит предание давних лет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ